Открытый диалог с Александром Непомнящим Очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Здравствуйте! Давайте вот о чём. Готовы ли американские евреи осознать грозящие им опасности? Да, Сергей, на самом деле, это действительно большая проблема. На мой взгляд, американские евреи, которые меня узнают, живут в таком отрицании той ситуации, которая, я бы сказал, сгущающиеся грозовые тучи. И я объясню, о чём идёт речь. В общем-то, оно всё висит в воздухе, и всё уже давно сказано. И мы с вами тоже об этом говорили много раз. Но вот сейчас праздник Песох. Наступает, кстати, и христианская Пасха. Евреи закончили праздновать Песох. И в контексте этого праздника действительно возникают вопросы, на которые очень непросто будут отвечать. В прошлом году евреи всего мира, ну, собственно, евреи Израиля и Америки были вынуждены встречать праздник Песох в одиночестве. Надо сказать, что вообще праздник Песох по еврейской традиции — это, наверное, самое главное застолье года, когда собирается вся семья вокруг стола, когда рассказывают, читают о году, вспоминают исход евреев из Египта. И из-за коронавируса, в общем-то, в Израиле и в Америке тоже в прошлый год люди вынуждены были не собираться большими семьями и встречать этот праздник, в общем-то, так сказать, маленькими такими, то, что называется, нуклеарными семьями, что ли, то есть самыми маленькими своими сообществами, потому что мы понимаем, что всё это были ограничения. И вот, наконец, сейчас, в этом году уже в Израиле, по крайней мере, я думаю, что и в Америке тоже большинство евреев могли встретить праздник, наконец-то, все вместе и почувствовать в полной мере вот это освобождение и исхода из Египта, и освобождение от вируса китайского. Но даже радость Песоха, на мой взгляд, не развеивает вот эти грозовые тучи, которые сгущаются над головами самой большой еврейской диаспоры в мире, над головами американской диаспоры. И угроза, о которой я говорю, в первую очередь речь идёт о растущей ненависти к евреям. Американские еврейские группы, на самом деле, конечно, умеют противостоять сторонникам превосходства белой расы, то есть неонацистам. Но, к сожалению, самая опасная внешняя угроза еврейской жизни в Америке сегодня исходит уже далеко не от неонацистов, она приходит, можно сказать, прямо из дома. Давайте скажем так, наряду с индуистами американские евреи на протяжении последних десятилетий считаются наиболее образованной религиозной группой в Америке. И американские евреи давно полагают, что основным источником антисемитизма в Америке является именно невежество, и что по мере повышения уровня образования уровень антисемитизма снижается. Но сейчас на фоне той распространённости антисемитизма в университетских городках американских, с которыми мы постоянно сталкиваемся, о которых мы говорим, исследователи из университета Арканзас решили проверить, насколько действительно это правда, насколько действительно чем более образованные люди, тем меньше они антисемит. И вот на этой неделе в журнале «Таблет», в американском еврейском журнале «Таблет» в сетевом были опубликованы результаты этого исследования, и они показывают, что всё на самом деле гораздо хуже. Что вот это предположение наивное о том, что чем люди образованы, тем они меньше антисемиты в Америке, это совершенная ошибка. Вопреки тому, что давно утверждали еврейские организации, оказывается наоборот, чем более образованные американцы, тем больше они проявляют себя как антисемит. Выпускники колледжей сегодня на 5% чаще применяют двойные антисемитские стандарты к евреям, чем американцы, которые в колледжах не учились. А обладатели учёных степеней применяют двойные стандарты в отношении евреев на 15% чаще, чем респонденты без высшего образования. И последствия этого, как мы понимаем с вами, ужасны, потому что Академия, Родина американских евреев на протяжении последнего всего, его последнего столетия, наверное, да, она стала для евреев воротами в вхождение в американскую элиту. Потому что именно через образование, благодаря той меритократии, то есть когда людей оценивали, в первую очередь, по его достижениям, его образованности, достоинствам, и так была устроена Америка, так была построена Америка, евреи понимали, что учись хорошо, и ты попадёшь в элиту, ты попадёшь в большой мир. А теперь кампусы университетских городов превратились для евреев в совершенно враждебную территорию. Но это ещё не всё, ведь есть ещё средства массовой информации. В середине XX века американские евреи были пионерами американских средств массовой информации, развлечений, музыкальной индустрии, а сегодня они всё чаще становятся мишенью, я бы сказал, такой боксёрской грушей. Вот в прошлом месяце сегмент такой передачи «Новости выходных дней», они называются «В субботу вечером» в прямом эфире, СНЛ. И вот они включили краткую сводку новостей, в том числе рассказывали об усилиях Израиля по вакцинации против китайского вируса, коронавируса. И изюминка в этой передаче заключалась в том, что они рассказывают, что, мол, Израиль вакцинирует только своих еврейских граждан. Это откровенное враньё. Мы с вами знаем, что это просто неправда. То есть Израиль не только вакцинировал всех своих граждан, как евреев, так и неевреев, разумеется, арабов тоже, но и помогал автономии. То есть он делал даже больше, чем, скажем, должно было бы делать государство. Но эта ложь, которую передали по СНЛ, она ведь возникла на пустом месте. Она родилась из клеветы о том, что единственная либеральная демократия на Ближнем Востоке — это государство расистское. И вот использование лжиого клеветнического клише в СНЛ стало выраженным всеобщего признания его в современных прогрессивных кругах. Понимаете? В современных прогрессивных американских кругах совершенно понятно, как бы все понимают, само собой разумеется, что Израиль — государство расистское. И поэтому, когда кто-то рассказывает, что в Израиле вакцинируют только евреев, а не евреев оставляют за бортом, то это воспринимается как совершенно нормально. Ну, конечно, как же ещё расисты поступают? А несколькими днями позже в грамматическом сериале NBC «Медсёстры» там были изображены ортодоксальные евреи как бешеные расисты. И, в общем-то, сюжет напоминает откровенную нацистскую пропаганду. Сцена в шоу изображает пациента еврея-ортодокса, его семью, которые отвергают рекомендации врача о пересадке органа, потому что орган может быть получен от нееврея. Это тоже абсолютный бред, абсолютная чушь. Но очевидно, что сценаристы, продюсеры, режиссёры в шоу, как бы они, они бы просто не включили бы такой откровенный антисемитизм в свой сценарий, если бы не верили в это. Или, скажем по-другому, если бы они боялись, что им это не сойдёт с рук. Но теперь-то им это сходит с рук, и все об этом знают. А вот полторы недели назад ведущий CNN Дон Лемон появился на канале ABC, чтобы обсудить средства правовой защиты от предполагаемого структурного расизма в Америке. Мы знаем, что Америка страна тоже расистская, как Израиль. Израиль — расистское государство, и Америка — расистское государство. И в Америке вообще он структурный расист. То есть нужно всё разрушить до основания. Но мы всё это знаем. Это Обама нам объясняла. И теперь вот новая администрация Байдена объясняет это. И вот Дон Лемон объясняет структурный расизм в Америке. И вот Лемон говорит, первым шагом к очищению американцев от расизма заключается в том, чтобы заменить изображение Иисуса, на которых он изображён, как, цитирую Лемона, хиппи из Швеции или Норвегии, на новые, которые показывают, как Иисус на самом деле выглядел. О, а как же на самом деле выглядел Иисус, и тут Дон Лемон объясняет. Иисус был либо чёрный, либо коричневый, потому что мы знаем, что Иисус был больше похож на мусульманина, провозгласил Лемон. Подобный антисемитской выходке из СНЛ или антисемитскому фарсу из медсестры здесь тоже отказ Лемона упомянуть, сказать, что Иисус был просто евреем из города Бетлехэм. Он не возник на пустом месте, он не возник ниоткуда. Он пришёл от лидера нации ислама, Луиса Фарахана. Сегодня этот проповедник, если можно его так назвать, который восхищается Гитлером и рассматривается миллионами вот этих проснувшихся революционеров как истинный проснувшийся лидер поколения, его известность, возможно, вообще делает его самым ярым и влиятельным ненавистником евреев в американской истории, во всей американской истории. И вот заявление Лемона перекликается с утверждениями Фарахана о том, что евреи, это поддельные евреи, настоящие-то евреи, это чернокожие и мусульмане. Вот так. А вот была ещё церемония вручения премии Грэмми в прошлом месяце. И эта церемония нам тоже дала понять, что вот этот проснувшийся в США антисемитизм, он больше не является препятствием для попадания в высший эшелон американской культурной знаменитости. Понимаете, раньше антисемитизм был постыден. Если ты был антисемитом, ты не мог попасть в элиту, ты не мог выступать по телевизору и гордо об этом говорить. А теперь да, теперь ты можешь. Это даже скорее актив. Вот чёрная активистка Тамика Мелори, которая называет Фарахана величайшим из всех времён. Тут вообще когда вот как бы оригинальный термин, который она использует, сленговое слово год, да? Год — это козёл вообще. И вот год — это также сокращение на английском «the greatest of all time». И когда она называет Фарахана вот этим величайшим во всех времён Гоа, да, у меня сразу, если бы я был христианином, я бы сразу как бы ассоциировал вот с тем самым козлом, которому молятся, сами понимаете, кто в христианской традиции, как бы кто молится этому рогатому чудовищу, да? И они его называют великим козлом. И вот это Мелори, да, такое забавное наблюдение, она тоже называет Фарахана, но она, конечно, в контексте положительном, он величайший всех времён, «the God», да? Вот. И вот она выступила с речью о расовой справедливости, потому что церемония вручения премии Гремми, ну, о чём же ещё там говорить, как не о расовой справедливости? Вот. Но она, кроме всего прочего, гордится тем, что для неё Фарахан величайший во всех времёнах. А ещё там был певец Дуа Алипа, который называет израильтян фальшивыми евреями и заявляет, что Хамас — это вообще израильское изобретение. Там выступают, а почему бы и нет? Это же Гремми, где выступать антисемитам американским, как не на этом мероприятии? Ну и, конечно, сама демократическая партия, которая является политическим домом, как мы видели, по-прежнему для 65-75% американских евреев. Дело ведь даже не только в том, что сейчас там преобладают антисемитские политики, такие, как Ташид Атлай, который не стесняется своего антисемитизма, или Бетти Макколу, или Ильхан Умар, который тоже не стесняется своего антисемитизма совсем. А преизраильские политики, такие, как, например, Элиот Энгель или Дэн Липинский, они просто вышвыкнут оттуда, они лишились своей власти в этой новой демократической партии. Дело даже не в том, что высокопоставленные политики, такие, как губернатор Нью-Йорка Эндрю Бома и мэр Нью-Йорка Билд и Блазио, они уже откровенно используют антисемитизм для сплочения своих сторонников. А президент Джо Байден назначает открытых ненавистников Израиля, активистов бойкота Израиля на руководящей должности в своей администрации. Всё гораздо глубже и гораздо проблематичнее. Вот на прошлой неделе Байден проводил пасхальный седр в Белом Думе. Ну, все президенты проводят еврейские праздники, это и Трамп делал, это и Обама делал. Байден проводит пасхальный седр в Белом Думе, который стирает вообще евреев и еврейскую всю историю и вообще всю эту историю и освобождение из Египта. Просто еврейская тема убрана. Вы скажете, как так может быть? Как можно провести пасхальный седр, то есть это праздничное застолье, на котором рассказывают евреи, это еврейский праздник, и рассказывают евреи о том, как вот они были рабами в Египте, как Бог вывел их оттуда и Моисей их повёл, и вот они пришли в страну Израиля. Весь этот рассказ за протоколем. Как можно выбросить из этой истории евреев, скажете вам? Можно. Белый Дом приглашает прогрессивную антиизраильскую равиншу, то есть равина-женщину, Шарон Броуз, которая проводит это мероприятие, и она, по сути дела, переписывает заново весь праздник и полностью делает ему юденфрай, освобождённый от евреев, где иудаизирует, я даже не знаю, как это сказать правильно, все аспекты еврейского праздника еврейской свободы. на этом седере, который проводит, на этом фарсе, который проводит Байдер. И, к сожалению, все эти атаки пробудившихся левых на все аспекты еврейской жизни и на все аспекты еврейской идентичности, они происходят в полной мере потому, что многие американские евреи на самом деле отказываются от своего иудаизма и больше не видят причин оставаться активными евреями, то есть людьми, которые не боятся признаться, что они евреи, и что как бы гордятся и радуются тому, что вот у них есть такая идентичность. Более 70% вступающих в брак неавтодоксальных евреев в Америке сегодня женятся уже не внутри еврейской общины. Но гораздо более поразительно то, что половина неавтодоксальных американских евреев брачного возраста, то есть где-то от 25 до 54 лет, вообще не состоит в браке. Они вообще не считают, что это нужно. Из тех, кто состоит в браке, только 15% воспитывают своих детей как евреев, а неортодоксальных еврейских женщин самый низкий уровень фертильности в США, кстати. То есть, по сути дела, еврейская община Америки себя не репродуцирует больше, она вырождается, она уменьшается. На самом деле, конечно, то, что примерно 65-75% американских евреев остаются в политическом, идеологическом стане враждебным евреев, это понятно, это вопрос приоритетов евреям, которые как бы себя в Америке называют евреями, на самом деле вся вот эта еврейская тематика, она уже совершенно не близка. И это объясняет, почему большая часть общественной реакции как на рост антисемитизма слева, так и на рост ассимиляции, они неэффективны и вообще даже контрпродуктивны. Вот возьмём, например, антидеформационную лигу. Можно было предположить, что антидеформационная лига с её годовым бюджетом около 100 миллионов долларов, 100 миллионов долларов в год в бюджет организации, она станет первой линией защиты общества от антисемитизма. Они поднимут это знамя и скажут, ребята, досюда, всё, хватит, нельзя. Мы боролись с белыми расистами, сторонниками превосходства белой расы, и мы точно так же будем бороться с левым антисемитизмом. Но нет, этого не происходит. Лидеры антидеформационной лиги — это же преданные пехотинцы прогрессистской революции. И вместо того, чтобы бороться с телевизионными сетями, распространяющими антисемитские теории, как, например, про этих ортодоксальных евреев, с теориями заговора и клеветы или с коричневыми рубашечниками бойкота Израиля в университетских городках, которые терроризируют еврейских студентов, куда бросают свои ресурсы антидеформационная лига — на борьбу с пресловутым белым превосходством. Понятно, что, как показали расстрелы прихожан синагог в Питтсбурге и в Сан-Диего, действительно, белые неонацисты, сторонники превосходства белой расы, они существуют, они действительно представляют угрозу. Не то, что их совсем нет, но в отличие от прогрессивных ненавистников евреев, сторонники вот этой как бы белых супремасисты, они не имеют опоры в средствах массовой информации, в политике, в академических кругах и в массовой культуре. Наоборот, они аутсайдеры, и в этом смысле Америка как бы защищена, и еврейская община от них защищена. А вот левые антисемитные, они внутри средств массовой информации, они внутри политики, они внутри академических кругов, они в массовой культуре, и они, наоборот, это их актив, они гордятся тем, что они преследуют евреи. В январе группа влиятельных левых еврейских групп, имеющих тесные связи с администрацией Байдена. Это и Джей Стрит, и «Американцы за мир сейчас», и «Новый израильский фонд». Они начали лоббировать администрацию Байдена, чтобы отменить решение прежней администрации, администрации Трампа, которая приняла определение антисемитизма, сделанное Международным альянсом памяти жертв катастроф. Международный альянс памяти жертв катастроф на международной организации. Находится в Америке, кстати. И это очень известная организация. Она несколько лет назад приняла определение того, что такое антисемитизм. Казалось бы, это же не какие-то там трамписты, страшное слово, сторонники Трампа. Нет, это международная организация, пользующаяся большой поддержкой во всём мире. Они приняли определение антисемитизма. И это определение антисемитизма утверждает, что отрицание права израильного существования и применение двойных стандартов при оценке Израиля являются формами антисемитизма. И это совершенно не устраивает наших левых, в том числе левоеврейские группы, тот же Джей Стрит и «Американцы за мир сейчас», и «Новый израильский фонд». И они требуют, чтобы администрация Байдена это определение выкинула на помой. Ведь это определение делает проблему для прогрессивных антисемитов, которые регулярно отвергают право Израиля на существование и применяют двойные стандарты для делегитимации Израиля. В прошлом месяце консорциум крайне левых еврейских активистов представил новое определение антисемитизма, в котором конкретно утверждается, что отрицание права Израиля на существование не является формой антисемитизма. Нет, если вы говорите, что евреи не имеют права на своё государство, то это уже не антисемитизм. Так хотят активисты левые, и в том числе еврейские активисты. А кто же тут скажет что-то против, если сами евреи этого хотят? Другими словами, вместо того, чтобы бороться с прогрессивным антисемитизмом, могущественные прогрессивные еврейские команды, группы и ключевые активисты активно допускают антисемитские нападения на своих собратьев евреев со стороны своих собратьев-прогрессистов. То есть теперь для активных и влиятельных еврейских левых групп защита прогрессистов и преследование евреев стало хорошим тоном. Так они действуют. Конечно, о какой защите от такого антисемитизма, тогда можно говорить. Что касается кризиса артимиляции, то вместо того, чтобы дать американским евреям повод жить полноценной еврейской жизнью, могущественные еврейские институты отрицают само наличие проблемы. На этой неделе исследователи из Брандеса опубликовали новый опрос еврейского населения Америки, который показал, что еврейское население в Америке растёт, а не сокращается. Вот здорово. Удивительно. Согласно исследованию, в Америке 7,6 миллиона евреев. На самом деле это полная чушь. Это ерунда. Это неправда. Это ложь. Эта цифра резко отличается от исследования демократа Серджа Делла Терголы за 19-й год, израильтянина, в котором говорится, что еврейское сообщество быстро сокращается. Оно уже сократилось до 5,7 миллиона человек в Америке. Почему оно сокращается? Ну, процесс ассимиляции, всё понятно. Процесс ассимиляции, евреи уезжают из Америки. Откуда же тогда взялись лишние миллионы? Исследователи Брандеса обнаружили ещё почти 2 миллиона, 1,9 миллиона евреев. Почему? А просто посчитали всех американцев, которые называют себя евреями без религии или такими беспристрастными евреями. В их число также вошло больше миллиона детей, выросших в семье, где по крайней мере один еврейский родитель каким-либо образом воспитывался как еврей. Что, как отмечает американский еврейский писатель Джонатан Тобин, является требованием настолько широким, что уже теряет всякий смысл. Давайте вообще тогда всех потомков евреев тоже определять евреями, даже тех, у которых нет никакой идентификации, никакого привязанности, никакого интереса к евреям. Вот Джонатан Тобин, который эту тему поднял, он говорит, что увеличивая число евреев, чтобы включить в него тех, кто имеет самые слабые связи с иудаизмом, исследование Брандеса даёт основания для еврейских организаций выделять большую часть быстро сокращающихся общественных ресурсов людям с небольшой привязанностью или интересным иудаизмом и делать это за счёт американских евреев, приверженных еврейской жизни. То есть понимаете, что происходит? Есть, кстати, евреи религиозные, автодоксальные, которые как-то действительно живут внутри еврейской жизни, но им всё меньше и меньше ресурсов, потому что эти ресурсы, которые собирает еврейская община Америки для того, чтобы поддерживать свою жизнь, они идут куда попало, на всё, что угодно, но никак не связаны с еврейством, потому что в число еврейских евреев зачисляют любых людей, просто ему кажется, что он хочет себя определять евреем, при этом он на самом деле никак себя с этим не связывает с еврейской жизнью. И всё большее число действительно преданных своей идентификации американских евреев оказывается в тупике в отношениях со своими общинами. За последние пять лет появилось множество историй о представителях реформистских и консервативных комплигаций, которые буквально подверглись астракизму или даже были вообще вынуждены покинуть своей общиной из-за своих консервативных политических убеждений. Больше всего пострадали евреи, которые открыто поддерживали тогдашнего президента Трампа. Понимаете, что получается? Мы с вами говорили о том, что для большинства евреев Трамп действительно был выдающимся президентом, потому что они же видели, что он делал и боролся за интересы евреев внутри Америки, и сколько он всего сделал для Израиля. И было удивительно, что такое, при этом огромное количество евреев по опросам выступает против него. А это очень просто, потому что давайте запишем евреев вообще всех. Просто вот кто-то проходил мимо и сказал, мне кажется, что я еврей. При этом он никак себе, он в жизни своей никаким образом к евреям не связан. Но он теперь тоже записан как еврей. И вот мы по статистике вдруг получаем, что огромное количество евреев Трампа не любят. А те, которые любят Трампа, их просто выкидывают из их общин, потому что они там не ко двору. Борьба с тенденциями ассимиляции тоже создает огромные проблемы. Например, американский еврейский историк Джейк Вертхаймер, он рассказывает, что реформистские консервативные раввины, которые отказываются заключать смешанные браки, подвергаются санкциям и даже бывают уволеными. Теперь я хочу объяснить, о чём идёт речь. Представьте себе, неевреи, вот приходят к православному священию по два человека и говорят, мы хотим, чтобы нас повенчали. Что сделает православность? Он спросит, вы крещённые? Но это же элементарно. Если вы хотите, чтобы вас венчали по православному обряду, то это предполагает, что вы крещённые. Вы можете перейти креститься и вас тогда венчать. Но если вы говорите, нет, мы вообще мусульмане, просто мы хотим, чтобы нас повенчали. Как должен вести себя священник? Он скажет, ребята, извините, либо вы креститесь, я вас с удовольствием повенчаю, либо если вы не крещённые, то я не могу провести с вами религиозный обряд. Для меня же это не шутки, это не игра для меня, действительно в это верю. И та же самая ситуация получается и с раввинами. Рабину говорят, проведи религиозный обряд заключения брака для неуверей. Он говорит, я не буду этим заниматься, это неправильно, это против моей веры. И этих людей увольняют, выбрасывают и подвергают санкциям. Более того, реформические раввины, которые просто поощряют своих прихожан в синагоге и встречаться с другими евреями, они сталкиваются с негативными последствиями со стороны своих прихожан. И более того, всё чаще от этих раввинов, реформерских и консервативных, ожидают, что они будут проводить службы в честь и еврейских, и христианских праздников, чтобы супруги неевреи чувствовали себя желанными гостями. Как бы всё замечательно, всё здорово, но давайте всё-таки определимся и скажем, что еврейские священники, они проводят службу по еврейскому хабаровскому, христианские священники празднуют христианские праздники. Невозможно заставить христианского священника праздновать в церкви еврейские пессы. Точно так же, как еврейская раввина, нельзя заставить праздновать Пасху в синагоге и читать какие-то молитвы, привязываться. Это нонсенс. Люди действительно верят в свою службу и в свою традицию. Им сейчас пытаются навязать какие-то совершенно новые правила игры. Еврейские организации, которые стремятся действовать от имени общинных интересов и борются с прогрессивным антисемитизмом, тоже подвергаются нападкам. Наиболее ярким таким примером стало решение Бостонского совета по связям с еврейскими общинами рассмотреть петицию прогрессивных групп об исключении консервативной сионистской организации Амельки, ЗОА, вы, наверное, знаете, из своих рядов. То есть прогрессисты потребовали изгнания ЗОА, потому что президент ЗОА Морт Клайн он публично высказался против порочного антисемитизма Блэклифс Мэттера. Он сказал, Блэклифс Мэттер просто антисемиты. За это его еврейские активисты прогрессивные потребовали, чтобы его организацию исключили как бы из общей еврейской организации. И более того, самое страшное преступление Морта Клайна, он же был за Трампа, это же вообще никакие вороны. И хотя вот эта самая организация, Бостонский Совет по связям с еврейскими общинами, она признала, что изгнание ЗОА не будет служить интересам. То есть это как бы неправильная идея. Но они даже не подвергли сомнению законность подобной петиции об исключении. А вот еще бывший посол США в Израиле Дэн Шапиров, который, кстати, тоже еврей, недавно назвал расистками и фанатиками тех евреев, которые высказывались против назначения Байденом американцев арабского происхождения, открыто заявлявших о враждебности по отношению к Израилю и поддержке палестинского террора. То есть Байден назначил целую батарею на высшие чины внешнеполитические, не только внешнеполитические, американцев арабского происхождения, которые говорят, мы ненавидим Израиль, мы поддерживаем террор, мы поддерживаем бойкот Израиля. И многие евреи американские бы сказали, но это же никуда не годится, таких людей нельзя назначать в такие высокие должности. На что бывший посол США в Израиле Дэн Шапира говорит, что это расизм, говорит так, потому что арабская идентичность этих самых негодяев даёт им возможность приступать в защиту и уничтожение Израиля. Понимаете? Раз он араб, и он себя ощущает гордым арабом, то он вправе ненавидеть Израиль. Ребята, может он и вправе ненавидеть Израиль, но вправе ли Байден назначать его на должность, которая будет столь высока и которая будет заниматься внешнеполитическим вопросом, в том числе отношениями США и Израиля. Во всём, как бы в этой мрачной картине лучом света становится то, что от четверти до сорока процентов американских евреев по-прежнему остаются глубоко привержены своей как бы еврейской идентификации и сохранению и защите и передаче своей идентичности следующему поколению. То есть обязательно религиозные люди. Это просто люди, которые не стесняются своей еврейской идентификации, которые за то, чтобы как бы они могли быть евреями и не бояться того, что они являются евреями. И когда мы говорим о том, что их осталось где-то четверть или может быть сорок процентов американских евреев, то это, видимо, и есть вот те как бы реальные евреи, которые действительно связаны с еврейством, а не просто люди, которых засчитали туда, чтобы представить такую картинку совершенно иную. И в эту группу входят как ортодоксальные евреи и сионистские евреи разного уровня религиозности, так и политические и консервативные евреи, поскольку прогрессивный еврейский американский истеблишмент сосредоточен на работе с цилированными евреями и умиротворении прогрессивных ненавистников евреев. А вот Израилю, наверное, действительно надо заняться вот этим остатком, этой четвертью, которая действительно не боится и не стесняется своего еврейства. Израилю, наверное, важно очень поддержать это преданное меньшинство. Раньше евреи Америки поддерживали Израиль. Ситуация изменилась. Израиль стал большим и сильным, а еврейская община Америки стала маленькой, слабой и умирающей. И сейчас, на мой взгляд, очень важно, чтобы Израиль именно помог этой общине сохранить свою идентичность и сохранить свою гордость и защитить её, буквально защитить от тех неприятностей и ужасных вещей, которые происходят. И, к сожалению, всё это идёт по нарастающим. Ну, мы будем с вами делать то, что мы сможем. А сейчас, наверное, пора сделать перерыв. Небольшой перерыв, после которого мы вернёмся и обязательно продолжим. Спасибо, Александр. Открытый диалог Диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся в программу Александра Непомнящего. Ну, а теперь давайте поговорим о том, что же ждёт. Или давайте сначала примем звонок, а потом поговорим. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Александр, расскажите, пожалуйста, как у вас продвигается сформирование Акнесета и правительства. Мы надеемся, что Натаньягу всё-таки победит. А ещё вот один вопрос. Можно ли считать евреями людей, приехавших из Советского Союза, ну, как бы, не следующим традициям иудаизма, но очень переживающим за судьбу Израиля и судьбу еврейской общины в Америке? Вы задаете мне вопрос, который... По поводу первого вопроса я как раз собирался говорить об этом. По поводу второго... Понимаете, какая штука? Когда мы говорим об Израиле и о людях, живущих в Израиле, то, в общем-то, сам факт жизни в еврейском государстве... Ты говоришь на еврите. Ты живёшь в еврейском государстве, ты служишь в еврейской армии. Ты становишься евреем по факту, и здесь, как бы, происходит обратное возвращение евреев к обычному народу. Поэтому люди, которые связывают свою судьбу с Израилем, как бы, даже если по происхождению не евреи, как бы, их идентификация, в общем-то, в значительной мере становится еврейской. Когда мы говорим о США, то ситуация намного сложнее. И, в общем-то, еврейская идентификация, как правило, была связана с общинами. Вот как раз мы говорили о том, что в этих общинах сейчас происходит чёрт-те-знать-что, и размывается и идентификация, и, как бы, с одной стороны. С другой стороны, те люди, еврейскую идентичность, они подвергаются атакам, преследованиям, и, в общем-то, как бы, Америка стала небезопасной для евреев. Буквально в днях я видел, ортодоксальная еврейская семья была порезана в Нью-Йорке. И это, видимо, уже, так сказать, стало общим местом, потому что это не вызывало какой-то шок и шквал информационный. Ну, порезали, так. Вот. Становится общим местом такая ситуация. Теперь, что касается вот того, как формируется провидция. Действительно, я хотел об этом поговорить. Если у нас есть еще какой-то вопрос, может быть, мы на него ответим к себе, а потом я уже перейду к более подробному вопросу. Нет, давайте, все-таки этот вопрос, который многих интересует среди наших слушателей, поэтому давайте об этом подробнее. Я не веду правительство. Окей. Значит, мы, в общем-то, на самом деле, об этом говорили еще на прошлой неделе. Ликут набрал 30 мест из 120 и стал самой большой партией в Израиле. Собственно, он остается такой самой большой партией Израиль. При этом блок Ликуда с его естественными союзниками ему не хватает буквально двух мест для того, чтобы получить 61. И поэтому пока что создать стабильное, успешное, правое правительство Натаниалу пока ему не удается. При этом главный оппонент Натаниалу, бывший министр финансов Яйр Латын, который возглавляет левоцентрическую партию Яшатид, получил всего 17 мест, то есть почти в два раза меньше, чем Ликут. И три другие левые партии, крайне левые партии, естественные партнеры Яшатида, получили еще 21 место. То есть, по сути дела, их гораздо меньше, чем правый. И понятно из этих результатов, что причина, по которой Израиль по-прежнему остается в политическом тупике, а он остается в политическом тупике уже два года, заключается не в том, что политические левые в Израиле столь же популярны, как и правые. То есть, левые примерно пополам. Нет, неправда. Левых почти в два раза меньше, чем правые. Почему же тогда тупик? А потому что две, как бы, объявляющиеся правыми партиями, которые вместе получили 13 мест и возглавляются политиками, которые движутся в основном личной ненависти к Натаньяу. Это партия Гидона Сара «Новая надежда», созданная буквально в декабре этого года. И партия «Исраэль-Бэтэйн» «Наш дом Израиль» Викдор Лебермана, которые, в общем-то, в последнее время они выступают на платформах, лишённых вообще всякого содержания, кроме личной ненависти Натаньяу, но при этом как бы подбирают под себя правые электора. Есть ещё правая партия Гемина, возглавляемая Нафтали Беннетом, который тоже, в общем-то, пришёл из окружения Натаньяу, как Исар и как Либерман. И он формально, в отличие от них, не порвался Натаньяу и не присоединился открыто к силам ненавистников. Но Беннет всю кампанию предвыборную ввёл против Натаньяу. И он позиционирует себя как некого такого альтернативу Натаньяу. При том, что Беннет набрал семь фандатов, а Натаньяу тридцать. Но при этом Беннет по-прежнему считает себя политиком такого же ранга, как Натаньяу. И несмотря на правые политические убеждения избирателей, большинства избирателей, как бы Либерман уже по сути дела официально исключил себя из правого блока и перешёл в блок левый. И сделал, он это начал делать ещё в 19-м году, когда когда в его руках была возможность присоединиться к Натаньяу и обеспечить стабильное правительство. Он этого не сделал. И вот мы с тех пор пробуксовываем. И Натаньяу каждый раз не хватает нескольких буквально мандатов, чтобы создать стабильное правительство. Если бы Беннет и Сар сейчас присоединились к Натаньяу, он мог бы уже сейчас сформировать стабильное правоцентрическое правительство, опирающееся на 65 мест, которое способно было бы продвигать политику идеологические цели права. Но Сар заявил о том, что он этого делать не собирается, что он готов на всё, что угодно, даже ход до коалиции с левыми, но только не допустить Натаньяу. Беннет пока что как бы ведёт себя осторожно. То есть он не выходит в поддержку Натаньяу, но в то же время и не говорит о том, что он пойдёт с левыми. Пытается, видимо, увидеть, что будет ему выгоднее. И вот здесь ситуация вот какая. Сегодня днём Натаньяу и Беннет встретились, и вроде бы даже прошла хорошая встреча, и казалось бы, всё замечательно, но есть проблемы. Даже если Беннет присоединится к Натаньяу, то опять же у них будет не хватать двух мандатов до 61-го. Надо всё вместе 50 дней. Где взять ещё два? Натаньяу на самом деле подготовил совершенно невероятный в своей оригинальности ход. Это партия РАМ. Партия РАМ — это арабская партия, партия мусульман, суннитов, которая до недавнего времени была частью общего арабского фронта, вот такого, который выступает за ликвидацию Израиля и поддерживает террор. Она откололась от этого фронта, пошла отдельно, на права четыре мандата. По сути дела, она представляет сегодня как бы тех израильских арабов, мусульман, которые настроены прагматично и готовы интегрировать израильское общество. Они не становятся от этого сионистами. Более того, я даже не могу сказать, что они друзья Израиля, но они готовы как бы готовы к сотрудничеству и открыты к сотрудничеству. И вчера буквально Мансур Аббас, лидер партии РАМ, сделал совершенно беспрецедентный в израильской истории Ихолд. Он выступил с программным выступлением на иврите, не на арабском языке, как обычно делают арабские политики, а на иврите. Призвал к сотрудничеству в социальной повестке. При этом он в своем выступлении не сказал ни о палестинских арабах, ни о законе национальном характере. То есть это был откровенный шаг на встречу правым и Натаньялу. И за это он немедленно подвергся яростной атаке со стороны остальных арабских политиков. Но тут правые союзники Натаньялу, правая партия Смотвича немедленно заявила, что она не войдет в правительство Натаньялу, если то будет опираться на партию РАМ. И в каком-то смысле эту позицию можно понять. Действительно, правое правительство, если оно будет зависеть от голосов арабской партии, то оно действительно не сможет продвигать даже такую элементарную вещь, как, например, распространить суверенитет в Иудеи и Самари. Понятно, что прагматичные мусульмане при всей своей прагматичности вряд ли будут готовы поддержать такие шаги Израиля, в Иудеи и Самари. Поэтому с одной стороны важно, чтобы они были в правительстве. Действительно, это совершенно новое в израильской действительности. Точно так же, как Натаньял сумел заключить мирные договора с сунницкими государствами, точно так же происходит сейчас некое сближение между евреями и арабами внутри Израиля. Но это сближение должно быть на социальном уровне, но оно не может быть на политическом. То есть израильское правое правительство не может зависеть от партии арабской рамы. И поэтому остаётся проблема. У Натаньяла есть сейчас 59 правых вместе с Беннетом, который вроде бы дал понять, что он готов пойти в эту коалицию, но ему всё ещё не хватает двух неарабских депутатов. Если Натаньяла сумеет достать из центристских или элево-центристских партий пару перебежчиков, то такой правительство он сумеет создать. И тогда в него может влиться Иран тоже, и он не будет ключевой партией, то есть от него не будет зависеть прохождение или не прохождение этих или иных законов, это будет сотрудничество без зависимости, без того, что правое правительство опирается на голоса исламских радикалов. Если Натаньялу это не удастся, то мы в ноябре идём на новый выбор. Сергей. Спасибо. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день, господа. Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Как всегда, очень интересная ваша передача. Скажите, пожалуйста, вы как раз закончили с этой мыслью. А что если действительно пятые выборы? И какая разница? Что она принесёт? Что это пятые выборы могут привести разное, что происходит все эти четыре выборов, которые были? Понимаете? Потому что тут какой-то заколдованный круг и не видно конца. Я уже не говорю, что это не кажется. Просто не слыханно, не видно ни в одном государстве мира, мне кажется. Вот. Но это действительно вот такое. Так что если будет пятый выбор? И что дальше? И опять будет такая ситуация. Вы понимаете? А теперь вопрос, который всё время муссируется. То, что происходит с реформистским движением, частично с консервативным движением. Вы знаете, как я это понимаю? Начиная с времён Моисея, когда 25% евреев покинуло Египет, а 75% решило лучше жить в флеворе и так далее. Просто с тех времён, а вот и даже это раньше было, до теперешних времён идёт естественный отбор. И этот реформизм рано или поздно отклеится. Он не имеет никакого отношения к еврейству и к еврейской религии и так далее, и так далее. Поэтому этого, к сожалению, никуда не деться, но это действительно отбор происходит уже несколько тысяч лет. Люди отсеиваются и они исчезают, они смежатся с другими народами и так далее, и так далее. Но Александр, ответьте, а если будет пятый, ну и дальше что? Это же какой-то или нужно менять систему выборов или что? Я не знаю, что вы будете делать. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, совершенно непонятно, что будет после пятых выборов. Если, как бы, что изменят пятые выборы, что добавится новое к тем четырём, которые уже были за последние два года. И действительно, на самом деле, снова нужно понять, за что идёт война. Война идёт даже не между правыми и левыми. Война идёт между Натаньяу, который, по сути дела, сегодня стал выразителем общественного интереса. Интерес этот очень простой. Общество хочет сохранить демократию. То есть, вот евреи, израильтяне идут на выборы, выбирают себе политиков, и эти политики ими управляют. Если они выберут других политиков, другие политики будут ими управлять. Это нормальная демократия. Но это совершенно не устраивает тут те элитарные круги израильские, которые хотят править израилем вне зависимости от того, что там себе выбирает народ. И вот эти круги, ну их называют дипстейт, в Израиле это в первую очередь, конечно, юридические кланы, мафиозные такие, прокуратуры, судьи, которые спаяны вместе, которые никому не подчиняются, никому не подконтрольны и подмяли под себя колоссальную власть. Они совершенно не готовы, чтобы общество выбирало себе лидер, чтобы была демократия. Они хотят продолжать править страной как раньше. И до сих пор им всё удавалось, потому что любого политика, который, так сказать, пытался вставать у них на пути, они просто сметали. Либо они ему находили какое-то уголовное дело и сажали его, либо он становился их послушной марионеткой. И вот они наткнулись на Натаньяу, которого они не могут ни сломать, ни подмять под себя. И поэтому каждый раз, когда, так сказать, Натаньяу, пользуясь колоссальной поддержкой в обществе, снова побеждают, они находят очередных предателей. Вот сначала это был Либерман, которого, судя по всему, очень крепко взяли прокурорские за какие-то предрешения и поставили перед выбором. Так сказать, либо ты идёшь против Натаньяу и ведёшь весь свой электорат за собой, либо ты идёшь в тюрьму. Потом это случилось с Саром, который поступает точно так же. Тоже для многих совершенно необъяснимо, но как же так? Откуда вот эта бессмысленная, какая-то невероятная ненависть на Натаньяу? Это не ненависть личная, на самом деле. Они пытаются это объяснить личными неприязнью, но это не личная неприязнь. Они просто становятся марионетками в руках тех людей, которые любой ценой пытаются убрать Натаньяу со своей дороги. Потому что если они уберут Натаньяу, то смогут продолжить управлять Израилем вне зависимости от того, что израильский народ выбирает. К сожалению, это не очевидно для огромного количества израильтян. Израильтяне по-прежнему живут в раскладах правый-левый, мы за Натаньяу, мы против Натаньяу, он правый, он левый. И может ли что-то случиться на пятых выборах? Трудно сказать. Трудно сказать, что что-то новое произойдет. Мои надежды больше связаны с тем, что всё-таки Натаньяу невероятно удачливый и опытный политик. И что сейчас, когда ему не хватает буквально двух голосов, ему нужно из 61 противника найти двоих, которых он сможет забрать к себе. Если он это сможет сделать, то мы получим стабильное правительство и, в общем, как бы эта тряска, эта лихорадка прекратится, потому что можно надеяться, что Натаньяус умеет тогда провести те реформы необходимые, которые вернут к Несету и правительству полномочия, отобранные вот этой судейской масли, подмятые под Верховный суд и прокуратуру и под юридических советников. Если нет, то, в общем, эта патовая ситуация будет продолжаться, как из него мы будем выкручиваться. Очень трудно сказать. Они хотят нас взять из моря. Они хотят, чтобы Натаньяус сдался и сказал, ладно, я ухожу, потому что тогда все останется в их руках. Но Натаньяус борец, он бьется, и, конечно, я, то, что называется, держу за него кулаки, потому что я очень хочу жить в демократическом государстве и влиять на то, кто будет нами управлять. У нас была еще одна тема по поводу Саудовской Аравии. Я не знаю, у нас буквально две минуты времени. Окей, я постараюсь уложиться в эти две минуты времени. На самом деле, вот мы на прошлой неделе уже говорили о том, что хуститы, это йеменские повстанческие отряды, марионетки Ирана, они бьют ракетами, используют беспилотники по объектам Саудовской Аравии. И вот на фоне этих непрерывных нападений и ударов по инфраструктуре Саудовской Аравии администрация Байдена решила вывести три батареи ПВО Патриот из Саудовской Аравии и, более того, убирает оттуда американскую систему обороны ТААД и уходит оттуда авианосец из Энхауэра из Салии. То есть, буквально оставляет саудовцев голыми перед атаками иранских марионеток. Буквально бросает их под колеса, причем совершенно унизительной мощности. И вопрос здесь политический, что за этим последует? Что хочет Байдена? Просто, так сказать, хочет угробить Саудовскую Аравию или заставить ее отказаться от МБС, вот этого наследного принца Мухаммад Бен Сальмана, который был готов дружить с Израилем и который был готов менять Саудовскую Аравию, делать ее более нормальным, более современным государством. И как пойдет Саудовская Аравия? Она сдаст МБС или, наоборот, постарается сблизиться с Израилем против Ирана и против Байдена? Поговорим в следующие разы, когда у нас будет больше информации, но вот пока что вот просто такая неприятная ситуация. США предают своего союзника на Ближнем Востоке, Саудовскую Аравию, причем самым наглым, самым унизительным образом оставляя ее одну один на один с непрерывными ракетными обстрелами, которые ведут иранский прокс. Спасибо огромное, Александр, и до встречи в следующий раз. Спасибо.